Друзья, привет! В этом видео я вам расскажу, как избежать штрафа, если вы забыли включить фары. Пунктом 19.5 ПДД, светлое время суток на движущихся транспортных средствах, должны быть включены ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. За данное нарушение административная ответственность предусмотрена статьей 12.20 КОПРФ. Если вы спросите инспектора, какая ответственность за данное нарушение, то он ответит вам, что это штраф 500 рублей, и естественно он лукавит. Помимо штрафа, статьей предусмотрено также предупреждение. Инспектор ДПС вам сам никогда не будет выписывать предупреждение, так как ему не хочется возиться с бумагами, ведь предупреждение всегда выносится письменно. Устно то, что он говорит, это не предупреждение, это просто обычные слова. В части 3.5 ст. 4.1 КОПРФ указано, когда может быть вынесено предупреждение. Цитирую. За впервые совершенное административное правонарушение при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда, а также при отсутствии имущественного ущерба. Все выше указанные условия водитель, забывший включить свет фар, выполняет, поэтому сотрудник ГИБДД обязан вынести ему предупреждение, а не штраф. Но об этом инспектора почему-то забывают. Поэтому, перед тем, как сотрудник ДПС выпишет вам постановление, то вы сообщаете ему, что заявляете ходатайство на основании статьи 24.4 КОПРФ. Затем берете любой листочек бумаги и пишите ходатайство, в котором просите не выписывать вам штраф, а объявить вам предупреждение. Ходатайство под видеозапись передаете сотруднику ДПС. ДПС. Обратите внимание, что сотрудник ДПС не может запретить вам вести видеосъемку. У нас, кстати, на канале есть отдельное видео, в котором мы подробно рассказываем, что вы имеете право снимать все действия ДПС. Обязательно посмотрите его. И после того, как вы передали сотруднику ДПС ходатайство, то он немедленно должен его рассмотреть. И первое. Он его удовлетворяет. Тогда он, скорее всего, просто отдаст вам документы и пожелает хорошей дороги. Заморачиваться с оставлением предупреждения он не будет. Либо второй вариант. Он отказывает вам в вашем ходатайстве. И тогда на основании пункта 2 статьи 24.4 КОПРФ он должен подготовить определение. Как вы понимаете, в 99% случаев сотрудник ДПС не будет писать определение. Ему проще вас просто отпустить, чем заморачиваться с бумагами. Ведь согласитесь, после этого ходатайства вы можете заявить еще другие ходатайства. И он будет писать различные определения до конца своей рабочей смены. А если же он устно отклонит ваше ходатайство и выпишет вам штраф, то вы без труда его отмените в суде, так как нарушен порядок привлечения к административной ответственности. Такие дела выигрываются в 100% случаев. Если это видео было вам полезно, то сохраните его себе и отправьте, пожалуйста, его своим друзьям. Также, если сочтете нужным, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я расскажу вам еще много юридических лайфхаков.